Привет, мои подписчики и те, кто меня видит впервые. Для тех, кто видит впервые, я сделаю такую небольшую презентацию. Я на сегодняшний день являюсь единственной, пожалуй, тележурналисткой, которая работала и жила на Западной Украине, которая сделала карьеру «Мама-одиночка» и которая сотрудничала с многими центральными каналами Украины. Я вынуждена была бежать и просить политического убежища в США. Пожалуй, покажется странным Западная Украина и политическое убежище в Америке. Но с Россией я ничего не имела общего с 15 лет. Я родилась на Донбассе, 8 классов закончила в России, вышла замуж на Западной Украине. Поэтому очевидный вопрос, где же я должна искать врагов в контексте политической ситуации в моей стране. Но я пытаюсь найти правду и так по теме. Порошенко выступил на презентации книги «Добра». Я обовязково раджу каждому прочитать эту книгу и найти свою улюбленную историю. Людей, которые участвовали в проекте, я знаю лично. Мало того, мы даже были подругами. Я снимала разные проекты, которые они организовывали. Мы встречались в неформальной обстановке, делились с личным сокровенным. Но сейчас я рискую оказаться в образе этакой суки, которая мочит своих. Ну что ж, я не знаю, как они к этому отнесутся. В принципе, одна из моих бывших подруг меня уже заблокировала. Ну и так, в чем речь? Порошенко презентовал книгу «Добра». Вы скажете, что в этом плохого? Но дело в том, что социальный так званый проект изначально был построен на лжи. Как мне изначально объяснили, сам проект ничего общего с Порошенко не имеет. Вот переписка. Вот здесь передают привет из Украины и спрашивают, как у меня дела. И говорят, что нет, Порошенко к проекту книга «Добра» никакого не имеет отношения. Тогда вопрос, что сегодня он делал на презентации книги «Добра». Згадую, много встречи, которые передавали в сегодняшнем дне. И нашу встречу в Таллине, уникальную технологию выготовления папера, на яком будет надрукована эта книга. И встречи в многих европейских столицах, до которых долучились дети, в том числе дети громады. Я догадывалась, что проект «Книга добра» заангажированный и ради шутки предложила внести историю о девочке, в которой установили единый диагноз в Украине. Девочка родилась с генетическими отклонениями и должна была принимать лекарства каждый день, лекарства дорогостоящие и должна быть на содержании государства. Но Украина денег на лечение ребенка не нашла. В Тихаре от матери мы переправили материалы на российские телеканалы. Почему в Тихаре от матери? Потому что тогда мы уже попали под репрессии. Поэтому не хотелось причинять матери, которая боролась за жизнь ребенка, лишних неприятностей. Нам удалось найти на лечении ребенка 60 тысяч евро. Помогли русские меценаты, врачи. Но мой вопрос, будет ли история ребенка внесена в эту книгу, остался без ответа. Ну, конечно, в Украине война с Россией. Поэтому говорить о том, что ребенку помогли выжить русские, непозволительно. Я не называю имени ребенка, возможно, сделаю об этом отдельный материал. Например, наш министр Павло Клінген мае улюбленную историю про олевцы. Когда наши воины, герои АТО, с фронта подарили хлопчику олевцы. Для того, чтобы он мог намалювать малюнок до этой книги. И на властном прикладе они ему сказали, не бойся. Не бойся. И хлопчик так это запомнитал. И роби добро. Другой момент о посланниках мира. На презентации книги добра Порошенко тоже об этом говорил. Наши маленькие послы уже відвидали Ватикан. Мали зустріч с папою римским. Відвидали багато парламентів европейских країн, презентуючи и представляючи Украину. Посланники мира это дети из зоны разграничения. Что вы там плохого скажете вы? И я так думала, даже поздравила подружку с правильным проектом. Пока не прочитала на фейсбук ее пост, что оказывается дети на встречах с европарламентариями рассказывают о бомбах, которые на них посылала Россия. Вы можете себе представить ребенка, который пережил стресс от бомбежки и которого опять заставляют это вспоминать и рассказывать где-то там в Европе? Знали ли об этом родители? Ну да что не сделаешь ради любимого чада, чтобы его отправить в Европу? Лично я, мама-одиночка, умудрилась двух детей сразу отправить в Артек в летний период. Потом чиновники удивлялись, как мне это удалось без взяток, без связей. Тогда я еще не работала на телевидении. Ну а здесь все же Европа, пять минут рассказываешь о бомбежках и получаешь экскурсии, например, в зоопарк. Но Европа, как известно, прониклась и дала безвиз Украине. И, конечно же, дети ездили на эти встречи в вышиванках и шароварах. Итак, с подругой, которая занималась этим проектом, так сказать, и возила парламентарием мира в Европу, у меня возник спор. Я просила предоставить видео, где дети рассказывают о бомбежках. И вот переписка с подругой. Ну вот здесь наша переписка. Подружка рассказывает мне, что видео, которое длится пять минут, не грузится почему-то. Потом она меня приглашает поехать на восток Украины и пообщаться лично с детками. Зная, что я не выездная и подала на политическое убежище. Вот здесь она утверждает, что про Порошенко вообще в поездках никто и не вспоминал. И проект не есть политический. Ну что ж, не видео о том, что рассказывают дети о бомбах в Европе, не личного общения по скайпу, которое мне предлагала моя подружка, я так и не получила. В результате она меня заблокировала. Кстати, подруга очень пиарила некоих Лубинца и Бануха. И уверяла меня, что к Порошенко они не имеют никакого отношения. А Банух и Лубинец очень хорошие люди, которые делают много проектов по поддержке талантливых детей. Вот здесь подружка утверждает, что проект никто не финансирует и они сами ищут деньги на поездки. Мне интересно, сколько денег в принципе они распилили на эту книгу добра и на эти поездки. А вот здесь я подружке рассказываю, что акция должна была быть аполитичной и использовать детей для продвигания своих политических интересов по меньшей мере некорректно. Дальше подружка утверждает, что не имеет права выставлять видео без согласия с родителями и с детьми. Такое впечатление, что там порнография. Это же благотворительная акция была. А вот и помощнички Дмитро Лубинец в Верховной Раде и НПАРТИ Порошенко. Это тот, который возил посланников мира. И вот здесь он рассказывает, что два года, как знает мою подружку, а вот здесь вот на Дмитрия Банаха целый компромат. Понимаю, что речь идет о деньгах, вернее об их отмывании. Если кто-то хочет отдельно поинтересоваться, пожалуйста, наберите Дмитрий Банах в компромат. Вот интересную цитату здесь приводят деньги, открывают все двери. Ну что, Дмитро Банах, Дмитрий Банах, основатель ГО «Промень». Ну и, конечно же, фотографии. Вот фоточки с флагом. А это фоточки в военной форме уже. Как вы думаете, чьи интересы он отстаивал? Там, где Банах, там и Лубинец. Народный депутат от партии Порошенко. Вот очередной конкурс. В зоне АТО наградили победителей конкурса украинских веночков. Еще один момент, я думаю, не внесен в книгу добра. Вот это вот похороны детей, погибших на Донбассе. Артему было четыре. Снаряд попал в дом. Папа как раз возвращался с работы. Из-под обломков он спас жену и семилетнего сына. Но Артем был уже мертв. На похороны пришли только самые близкие родственники. Обстрелы продолжаются. Тридцать на свете! Такие, да! Кто виновник этой трагедии, очевидный для журналистов ведущего американского информагентства «Сшейтед Пресс». Они опубликовали фото с похорон ребенка и с места гибели пожилого мужчины накануне. В статье сказано, что это жертва обстрела Донецка украинскими военными. Это вот, 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 под моим домом взорвалось. Они тоже были гражданами Украины. И про бомбы, если были бы живы, могли бы рассказать больше. Ну вот, собственно, и все. И раз мы уже забрались на презентации книги добра, я думаю, было бы варто помиркувать, а что же такое добро? Денис Хлопчиков написал, что добро – это то, от чего на сердце стаёт радостно и светло. И крапка.